Это новости в студии Гульнар Жендагулова. Президент поздравил казахстанцев с Днем Защитника Отечества. Касымжумар Тукаев отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и для всего нашего общества. Защита страны и священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма. Вооруженные силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне. Глава государства добавил, что в настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле. А их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения. В завершение президент пожелал военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Погоны носят не только мужчины. Сегодня получают поздравления и представительницы с прекрасного пола, решившие связать жизнь с выполнением долга перед Родиной. В рядах вооруженных сил страны числятся около 7 тысяч женщин. Тамирис Белял продолжит. Расписанный график по минутам, срочные дела по выходным и нередкие переработки. Большой фронт работы стоит за хрупкими плечами полковника Сарагуляб-Дикарим. По ее словам, на выбор будущей профессии повлияли рассказы ее отца о женщинах-героях. И так, звание за званием, честным трудом она доросла до руководителя международного департамента. Словно мгновение пролетели 22 года службы, признается женщина. Я начинала свою службу с лейтенанта. С самого детства, например, папа мне ставил Алью Молдоголову, так как она из нашего рода, Табан. И именно рассказывал о ее преданности, о ее героизме, о том, что женщины из этого рода, они воинственные, смелые, целеустремленные. В обязанности военной входит заключение международных договоров с иностранными государствами, международное правовое сотрудничество. Однако бумажная рутина не освобождает от сдачи ежемесячного норматива. Сарагульс всегда должна быть в физической форме. Меткость тоже должна не подвести, ведь оценивают и стрельбу из пистолета. Каждый раз, когда идешь на сдачу физической подготовки, либо огневой подготовки, ты проверяешь свою подготовленность. Пробежишь ли ты с легкостью этот километр или нет, попадешь ли ты в этот раз в цель или нет. Конечно, военная служба сопряжена какими-то трудностями, но именно любовь к своей работе, к тому, что ты делаешь, к родине, она делает эту работу в удовольствие. Нормативы приходится сдавать и по профессиональной подготовке. В этом военнослужащей помогает знание четырех языков, которые она изучала в Канаде и Венгрии. За годы службы эти навыки не раз вручали женщину в решении ответственных поручений, особенно за пределами Казахстана. Сегодня в копилке Сарагуль 27 посещенных стран. За это время она приобрела и друзей по всему миру и начала проявлять интерес к необычным хобби. Так как моя работа сопряжена с заграничными командировками, провести время и полезно, и приятно. То есть увидеть новый город, новые люди, новые впечатления, а также исполнить все задачи, которые были поставлены. Поехать в Доминикану, потанцевать сальса, посетить Перу. Такие у меня мечты. Время на родных и друзей полковнику порой приходится выкраивать. Причин для подражания Сарагуль у знакомых немало. Сдержанность, расчетливый подход к делу и мудрость, приобретенная с годами, за это и ценят ее близкие. Она дает мне советы по всем сферам моей жизни. И она очень заботится о нашем здоровье. Я очень уважаю, что она ценит время. Она не любит, когда много мы болтаем. Все должно быть ясно, кратко, по-военному. Даже дома. Даже когда у моей тети не хватает времени проводить с нами, уделять нам время, мы это понимаем, так как у нашей тети загруженная работа и ей нужно отдавать долг своей родине. На вопрос о планах на перспективу отвечает всеми известной фразой. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я не исключение. Сдержанная на первый взгляд, Сарагуль питает мечты о заветном чине. Признается, что не было ни дня, когда ей пришлось бы пожалеть о выборе профессии. К слову, военную службу по стране ежегодно несут тысячи женщин. Пусть и многие относят военное ремесло к сугубо мужскому делу, представительницы прекрасного пола вносят особый шар в суровый облик профессии. Двойной праздник в эти дни отмечает житель Ускаменогорска, ветеран армии и труженик тыла Иван Гагарин. Настоящий защитник Отечества он внес всю свою жизнь, посвятил воинской службе. А вот детство пришлось на годы Великой Отечественной, поэтому его трудовая биография начинается с 8-летнего возраста. Ветерана с оркестром поздравили солдаты Национальной гвардии. Подробности у Анель Исенбердиной. Иван Федорович Гагарин сегодня встречает гостей. В Национальной гвардии своего ветерана не забывают, тем более ему есть что рассказать. На старых страницах альбомов фотографии совсем молодого солдата. Тогда он только начинал свою воинскую карьеру. Только вот воевать ему пришлось не в годы службы, а еще в детстве, в тылу. Пусть не с оружием, но с плугом, лопатой, косой, чтобы обеспечить тех, кто на передовой, продуктами и заодно себе заработать на пропитание. Ну все работали, все. Другой жизни не было. Пока светло, работали, никто ничего. А что, кушать? Почему работали? Ходили с удовольствием, ходили на работу. Потому что дома-то здесь-то нечего. А там давали. Поэтому с восьми лет труд для Ивана Федоровича дело привычное. А навыки выживания с военных лет пригодились потом в армии, где только не служил будущий подполковник Гагарин. Сейчас это контракт какой-то. Раньше не было контракта. Сказали, вот сегодня здесь, завтра туда. Все. Есть. Так точно. Трудно. Особенно в молодые годы, когда служили в маленьких поселках, когда кругом никого нет, лес. Мы служили на севере, где кругом леса долгое время. Поэтому, конечно, трудно было. Мне ясно сделано, что не было таких благоустроенных квартир. Так руко об руку супруги прошли нелегкий путь защитников Отечества. И праздник тоже отмечают вместе. Коллеги военнослужащие же до сих пор ставят Ивана Гагарина в пример молодым солдатам, как образцового офицера и труженика тыла. Победа, во-первых, куется не только на передовых линиях. Победа куется с тыла. Ведь если не будет тыла, как говорится, не будет результатов на передовых позициях. Если мы позабудем своих героев, то у нас не будет будущего. И на сегодняшний день труженики тыла, они для нас являются героями. Поэтому в майские праздники представители Нацгвардии всегда приходят поздравить ветерана с оркестром. И вместе исполняют любимые песни. В годы Великой Отечественной войны из Казалинского района Казалардинской области на фронт было призвано почти 11 тысяч человек. Каждый второй погиб на полях сражений. До наших дней дожили всего двое. Ко дню Защитника Отечества и праздника Победы сегодня здесь стартовали республиканские конные скачки. За состязанием настоящих джигитов наблюдает моя коллега Райхан Тажбаева. Она на связи со студией. Райхан, добрый день. Какие дистанции будут сегодня преодолевать участники? Здравствуйте, Гульнара. Прежде всего хочу сказать, что скачки для казахов это не просто вид спорта, а скорее традиция, глубоко уходящая в историю. Считается, что бойга формирует настоящий мужской характер и волю к победе. Именно ее сегодня готовы оспаривать почти 50 сильнейших скакунов и лучших жакеев из пяти регионов страны. Актюбинской, Казалардинской, Туркестанской, Жамбульской и Алматинской областей. Нужно отметить, что конные состязания в Казалинском районе носят уже традиционный характер. Их проводят несколько лет подряд. В этот раз здесь, в ауле Бекарстанби. Начались они с одной из самых зрелищных игр Аудраспак. Борьба на лошадях. Главная составляющая успеха в ней. Сила, ловкость и умение держаться в седле. Сама бойга пройдет в три этапа. Первый тайжарсы. Шестикилометровая дистанция для годовалых жеребцов и молодых жакеев. Вслед за ней Кунан Байга. Игроки, мне же ребята двухлетки, которым предстоит преодолеть дистанцию в 12 километров. Завершит скачки Аламам Байга на 24 километра. Ее еще называют забег на выносливость. На победу в этих состязаниях рассчитывает каждый из нас. Участники, самые лучшие наездники и самые сильные скакуны. Радует, что фанатов данного национального вида спорта с каждым годом становится все больше и больше. И призовой фонд увеличился. В нынешних скачках он составил 3 миллиона 600 тысяч тенге. Прямо в эти минуты стартует первый этап состязания. Это Тайжа Росе. Впереди еще два этапа. Имена победителей будут названы позже. Но пока соревнования только-только начинаются. На этом пока у меня все. Гульнара. Благодарю. Рахан Тажбаева была с нами на связи. Работает. Сегодня в столице стать донором мог любой желающий. Центр крови провел акцию на левобережье столицы. Мероприятия медики приурочили ко Дню защитников Отечества. Кровь можно было сдать прямо в парке в специально оборудованном автобусе. Но перед процедурой остончания прошли необходимое обследование. Сдали экспресс-анализы, заполнили анкету и получили допуск у терапевта. Желающих оказалось немало. В числе тех, кто проявил свой гражданский долг, были и известные казахстанцы. Я являюсь продолжателем силовых традиций казахских полуанов. Хотелось бы сказать, что в наше время не обязательно быть супергероем, суперменом, чтобы помогать людям. Достаточно просто прийти на такую акцию по сдаче крови и помочь своему народу, помочь людям, которые в этом нуждаются. Поэтому, уважаемые казахстанцы, будьте батырами. Сдавайте кровь, помогайте ближним людям. Сдавая кровь ты не делаешь каких-то особых героических подвигов, но при этом ты все равно будешь считаться героем, ведь ты помог другим людям. Я решил сделать, скажем так, массовое мероприятие по сдаче крови, чтобы привлечь внимание общества к, скажем так, небольшой проблеме в нашем государстве. Как отмечают медики столичного центра крови, банк биоматериалов необходимо пополнять ежедневно, так как срок их хранения ограничен. Особенно нужны доноры редких третьей и четвертой группы с отрицательным резус-фактором. Центр снабжает кровью больше 20 мед. организаций Астаны. Полгода назад в Астане случилась трагедия, которая не оставила казахстанцев равнодушными. 16 ноября по проспекту Момушула в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Отважный пожарный Оскар Забикулин вынес из огня троих человек, но сам погиб от полученных ожогов. В тот же день он должен был отработать последнюю смену перед отпуском. Давно его планировал. Это первое интервью «Ханель после трагедии». Саня Акубжасарова расскажет подробнее, как живет в семьях героя. Папа, я тебя люблю, но я день даю, я сильный, и пасуй, мой папа супер-герой. Эта четверостишая одия дочь Аскара Забикулина выучила за месяц до трагедии. И каждое утро говорила папе, что он супер-герой. О том, что его больше нет, девочка узнала только месяц назад. Все это время считала, что он в длительной командировке. Потому что всегда были подарки и сладости, которые, как мама говорила, от папы. Анель вместе с двумя детьми живет в трехкомнатной квартире, которую им дали после смерти Аскара. Говорит, он мечтал отпраздновать новоселье именно в этом микрорайоне. А еще о медали. Орден Айбен первой степени получил, будучи в реанимации. У нас были планы, можно сказать, грандиозные. После его смерти, честно сказать, многое сбылось. Но без него. Друг другу вопрос задавали. А вот если я первая умру, ты будешь плакать? И он мне всегда отвечал, ты должна жить дольше меня. Винила и людей, и правительство, и Акимат, за то, что парковка такая, за то, что у нас дороги такая, дорога такая, за то, что вообще пожарная система такая. Прошло уже почти полгода, я полностью все отпустила обиду. Я теперь за маму, за папу. Он верил в меня всегда. Поэтому я его не подведу. В пожарной части номер 6 Аскар Забикулин был заместителем начальника. Отвечал за боевую подготовку пожарных. Это он вел традицию делать разборы после каждого вызова. Дархан Касымов был его другом и соратником. Они вместе бок о бок потушили больше 200 пожаров. 16 ноября прошлого года, когда все случилось, их вызовы не совпали. В тот роковой день Аскар, как всегда, бросился в огонь, говорит Дархан. Хотя имел право только руководить процессом тушения. Напомню, он вынес из огня троих человек. Есть такое выражение, не посылать пожарных вперед, а повести за собой. Вот именно вот этого принципа он всегда держался. Он в пожаре всегда вел личный состав за собой. Мы работали 5 лет с ним. Пожаров много. Спасали людей, спасали детей. На пожаре он всегда был первый. Никогда не боялся. Самое главное, что он грамотно, тактически, технически всегда тушил. Потому что это не каждый так может. И брать на себя, брал на себя ответственность. В этой части около 120 спасателей. На счету каждого не один потушенный пожар. Это они завоевали звание лучшей пожарной части в Казахстане. Лучшая группа газодымозащитников. Лучшие высотники. В прошлом году спасли из огня 8 человек. Из них двое детей. Оскар Забекулин сыграл огромную роль во всех этих достижениях. К слову, это единственная пожарная часть на территории СНГ, которой присвоено имя. Традиционно только нумерация. Поэтому каждый молодой курсант понимает, какая это ответственность соответствовать отваге, мужеству и человечности. Оскара Забекулина. Сынея Кубжасарова, Рестамбеку Спанов, Хабар, 24. В Астане проходит республиканский чемпионат по традиционной стрельбе из лука среди юниоров. В турнире участвуют почти две сотни юных стрелков из 15 регионов страны. Его главная цель – возрождение культуры и спорта кочевых народов. Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям. По правилам, чем старше лучник, тем дальше он становится от мишени. Всего будут разыграны 90 медалей. Традиционная стрельба из лука – это новый вид спорта, который возрождается с забытых наших традиций казахских. Сейчас она очень популярна, так как люди возрождаются, начинают понимать свою культуру, начинают осознавать, кто они, кем были и к чему стремиться. То есть возрождение своих традиций. Когда стреляешь, у нее появится азарт, как-то стреляешь, в десяток попадаешь, и не знаешь, сколько времени, просто слово, вот так вот, жестко азартно. И я уже занимаюсь этим луком уже два года, и мне очень понравилось сразу же. И на этом все. Всего доброго и до свидания.